Ароматный кофе на столах, теплая и уютная атмосфера. Что еще нужно, чтобы поговорить по душам? К предпринимателям Ленинского округа, которые собрались на бизнес-завтрак, с приветственным словом обратился временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Станислав Катаров. Сегодня мы с вами здесь встречаемся, и мне очень приятно на самом деле здесь находиться, видеть улыбки на лицах, светлые и умные глаза наших предпринимателей, наполненные энергией. Поэтому я считаю, что у нас точно с вами все получится. Главная цель мероприятия с участием руководства округа и предпринимателей – поближе познакомиться друг с другом и с традициями, которые сложились в бизнес-сообществе. У меня бизнесу порядка шести лет, и с того момента, как я вступила в торгово-промышленную палату, начала тесно сотрудничать с администрацией, с управлением образования, с заместителем главы. Действительно, и бизнес пошел вверх, и мы начали реализовывать крупные проекты у нас в городе, которые повышают и личный статус организации, и статус округа. В настоящий момент на территории округа работают более 17,5 тысяч представителей крупного, среднего и малого бизнеса, поддержку которых осуществляет торгово-промышленная палата. Мы выступали на площадке торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Нас выделили как основную и самую важную и главную палату Московской области. Наши лучшие практики взяли за основу в этом году. С началом СВО зарубежные аналитики предвещали скорый крах российской экономики. Но благодаря мерам поддержки предпринимателей эти печальные планы не сбылись. Термин импортозамещения – это непростые слова, это действительно то, на чем сейчас работает вся страна. Поэтому и Ленинский городской округ не исключение в этом смысле, и поддержка торгово-промышленной палаты, и непосредственно администрация, она как раз направлена именно на эти цели. Преддверие Нового года – это еще и время подведения экономических итогов. И здесь Ленинскому округу есть чем гордиться. Общеэкономический оборот у нас за 11 месяцев 2023 года составил 636 миллиардов рублей, что на 9,4% больше, чем в прошлом году. Объем отгруженных товаров собственного производства достиг 115 миллиардов рублей. Это на 15,2% больше параметров 2022 года. Рост производства собственных товаров больше, чем в среднем по стране. И сами предприниматели отмечают новые вызовы. Это не только испытание на прочность, но и способ по-новому взглянуть на ведение бизнеса. Любой кризис – это возможности. И в нашем случае произошло то же самое. Мы смогли потеснить ряд иностранных, европейских производителей. И, соответственно, для нас этот год оказался удачным. У нас рост, он рекордный год для нашей компании за все время существования. Обсудили на бизнес-завтраке и ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа подчеркнул, что все они не останутся без внимания. Поэтому наша с вами, я считаю, общая задача – это двигать развитие нашего бизнеса в Ленинском районе вперед, чтобы бизнес развивался, бизнес рос, бизнес приносил вам дивиденды, а нам налоги. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.